Друзья, всем привет! В общем, у нас выдалась ужасная неделя так как все мы болели гриппом я и сейчас, в принципе, почти что продолжаю болеть уже больше недели. Все болели два дня максимум там три дня я уже болею почти семь дней вроде бы уже выздоровел, все окей пошел на работу и опять приходило ночью просыпаюсь что то, что мокрый это ужас. А то сейчас иду покупать лекарства, антибиотики я вообще никогда не пью антибиотики только в редких случаях последний раз я пил антибиотик где-то года четыре, наверное, пять назад то есть давно практически никогда не пью лекарства но сейчас понимаю, что надо потому что уже семь дней болеть, это реально не шутки иммунитет уже не может справиться нужно ему помочь кто вообще как лечится от гриппа напишите, пожалуйста может у кого-то есть супер секрет реально грипп можно вылечить какими-то травами какими-то настоями то есть это реально факт то есть не обязательно пить там какие-то противовирусные или иммуностимулирующие препараты толком ничего снимать не могли потому что опять-таки плохое самочувствие нам не давало этого ребята, всем привет мы сейчас в конгресс-коле мы пришли на выступление Ани Лорак кто не знает, это украинская певица нас так долго не было потому что мы немного приболели мы в принципе и сейчас не особо выздоровели но не пропадать билетом мы решили все равно пойти на концерт поэтому поэтому тут на самом деле мне все еще плохо но черт с ним надо ходить, надо пойти на концерт мне сказали поэтому мы сейчас тут у нас пришли еще наши друзья, знакомые и наш человек 6-7 ребята, как вы думаете, что это за такие нити? это струя воды на самом деле сейчас увеличу очень необычно смотрится типа такой водопад на минималках кстати, я первый раз тут по консерте с Идиачем я тоже считаю в основном мы были только на таких рейтинг-площадках а так не приходилось больше времени осталось там нет, вот еще тут так свет падает очень яркий свет, свет падает у нас что-то появилось надо рассчитаться что это значит когда мы одни на целом свете все еще дети очень ярким голос тут все так и Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Мы сейчас с Тимуром пообщаемся, пофоткаемся. А так нам все понравилось. В общем, сейчас будем идти за своими вещами, за куртками и идти домой. Кстати, я хоть болел, но мне стало легче после концерта. Оно реально отвлекает. А то дома сидишь, эти лекарства пьешь. И в общем, вот так вот. Смотрите, что происходит с этим растением. Вообще беда. Вот он так высох. Вот так высох вообще. Смотрите. Вот эти листочки тоже уже портятся, видно. Бедное растение. Этот вообще тоже уже весь желтый. Я сейчас не совсем понимаю, почему с ним такое происходит. Я, получается, его раз в неделю поливаю. И ставлю всегда перед солнцем, чтобы на него светило. Иногда открываю форточку, чтобы воздух тоже. Его посещал иногда хотя бы. А он вот так вот взял и погиб. А этот такой вообще боевой. А, видите, он тоже. Что-то с ним тоже не то происходит. Но он такой в тонусе хотя бы этот. А этот самый-самый боевой вообще. Мне кажется, с ним никогда ничего не случится. Что превратилось в растение. Я даже, кстати, не знаю, оно будет расти дальше или нет. Что вы думаете, ребята? Есть у кого-то опыт в растениях? Ну, вот есть тут такие разрезы. Вот у него разрезы такие. Я их оставил. Возможно, отсюда будут расти какие-то новые листья. Но будет ли это красиво после этого? Без понятия. Ну, посмотрим, что получится. Всем привет! Мы сейчас идем, наконец-то, забирать мои документы. Мой диплом, вернее, его подтверждение. И вот мы сейчас на станции метро где? Кероглу. Кероглу. Вот. Кероглу. Да. И мы сейчас идем по таким дебрям. Поэтому сейчас мы вам все покажем. В общем, вот по таким дорогам мы идем за сертификатом. И вот такая вот у нас теплотрасса впереди. Это же теплотрасса, да? Что это? Ну, надеюсь, да. Теплые трубы. Но бомжи у нас тут не греются, да, у нас. У нас вообще бомжей нет. Да, была бы эта теплотрасса где-то там. На Украине, мне кажется, тут бы очень стояла. Тут бы отель был бы. Тут бы, наверное, мотель был бы. Возле моста был бы там какой-то премиум класс. А там чуть дальше был бы эконом. Да, в городе эконом. Не прошло и полгода, как Ирин диплом подтвердился. И теперь она пополняет ряды стоматологов в городе Баку. Так что, ох, у вас конкурент появился. Так что записывайтесь на прием. Так что Ира теперь будет творить чудеса в стоматологии. Все, ребята, забрали мы наши документы. Ира счастливая. Теперь думаем, как отпраздновать этот момент. Сегодня я пришла к Нурику вместе с мамой. У нее разболелся зуб. И Нурик ей сейчас чистит каналы. Вам не больно? Нет, Нурик. Нурик, я не больно. Как-то так вот. Ребят, в честь праздника Нобрус Байрам мы хотим разглядеть вам чистку и лечение зуба. Условия конкурса вам Ира сейчас расскажет. Чтобы участвовать в нашем конкурсе, нужно быть подписаны на наш канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий под этим видео. И чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть. Потому что мы будем разыгрывать через неделю в прямом эфире. И мы будем выбирать по комментариям. То есть мы будем рандомно, случайно выбирать любой комментарий. И человек, который написал его, будет победителем. И хотел бы отметить, что если вы не живете в Баку, то может прийти на эту чистку и лечение ваш родственник или ваш друг. А также вы сами можете в течение года прийти. То есть в течение года это будет все еще действительно. Приехать, да, если вы не из Баку, там не из Азербайджана. Но приезжайте сюда. Вот, поэтому, да. Это условия. И условия конкурса, чтобы вы знали еще, мы можем продублировать под описанием видео. Да. Всем желаю удачи. Участвуйте. Ребята, все. Мы теперь будем уже собираться идти домой. Вы не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и обязательно напишите нам комментарий. И также не забудьте подписаться на наш инстаграм. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok